Друзья, всем привет! Рада вас здесь приветствовать! Хочу вам показать для начала шикарные пионы, которые у меня почти полностью распустились, ну кроме вот этой ветки. Я так понимаю, что эти маленькие должны тоже распуститься, но сами по себе они просто шикарные, они очень красивые. Я их подрезаю каждый день и убрала листву, потому что ее было слишком много и просто некуда уже было ее девать в эту вазу, короче, не влазило все просто. Наверное, когда эти цветут, я постараюсь купить еще и может быть даже больше другого оттенка, потому что сейчас их продают везде, буквально чуть-чуть пройтись по 15 гривен веткам. Вообще, я хотела вам показать то, что мне пришло. Дошли практически все вещи, кроме платья, которое я заказывала вот пару дней назад. Как бы из-за того, что я его заказала поздно, его я покажу, естественно, где-то в конце недели. Так что покажу то, что мне дошло, а то, что дошло маме, я покажу у нее, я сейчас к ней пойду. Я ей отнесу заодно и свою плюсированную юбку, если она захочет, я ее подарю, потому что своей, которая ей пришла, она недовольна. В общем, сегодня вы будете слушать негодование от мамы, это я вам 100% говорю. Это мне не пришло с интернета, это вчера Леша мне сказал, давай поедем и купим тебе джинсы, потому что он знал, что мне нужны были джинсы на лето, хорошие, свободные. Я очень сильно хотела кюлоты, именно джинсовые кюлоты, и я их нашла в Бифри буквально за 10 минут. Я обошла там магазины в Ситимоле, в Телли Вейл я заходила, там мне вообще девушка показывала какие-то карга и говорила на них кюлоты. Там были кюлоты в том магазине, но они были как брючки из очень тонкой просвечивающейся ткани, полоску. Я хотела джинсы. И вот я зашла в Бифри, они висели буквально там в самом начале, их было немного, и я видела, что есть мой размер М-ка. Я их взяла, померила, и мы их сразу купили, потому что они мне классно подошли, они сели. Просто очень сильно люблю кюлоты. Они свободные, они стильные, мне еще нравится, что здесь тоже необработанный край, интересная такая молния. В общем, сейчас я в них собираюсь идти к маме, поэтому я сразу их покажу на себе. Цена их 1000 гривен была, поэтому если что, вот в Бифри они есть, если вас тоже интересует такая модель, потому что куда бы я ни заходила из тех магазинов, что были в Ситимоле, либо нет такого, либо же остался очень большой размер. Это блузка из Born to be. Очень ей прониклась, когда я ее увидела. Она как бы топ, да? Я хотела топ себе на лето, и хотела топ с объемными рукавами. На сайте эти рукава кажутся меньше, я вам серьезно говорю. В жизни они огромные, объемные рукава. Сейчас это очень модно, это трендово, но мне на самом деле это очень нравится, это смотрится здорово, необычно, и в какой-то степени мне эти рукава напоминают диснеевскую принцессу. Вот этот фатин весь, и даже есть блестящие такие, как вставочки. Ну смотрится очень нарядно на самом деле, я думала он будет более такой повседневный. Я вчера мерила, и это очень крутой способ скорректировать фигуру, если она у вас, например, как у меня. То есть я в бедрах, ну такая широкенькая, я не иду прям узкой, как вот перевернутый треугольник, да, и я не просто прямая, поэтому мне очень выгодно здесь делать больше вот объема. То есть если у вас плечи сильно широкие, то вам эти объемные рукава не подойдут. Если обычные там узкие, то это здорово корректирует фигуру. Ну прям это какая-то очень оригинальная вещь в моем гардеробе. И босоножки. Я очень сильно их ждала и очень переживала, что они мне не подойдут, потому что здесь нет никакой в принципе фиксации, только четко, идеально должно подходить по размеру. Я взяла 37-й, и мне подошло. Такая модель, которую вообще желательно мерить в жизни, но я рискнула, заказала, и мне они подошли. Плюс они еще немножечко расходятся. Здесь вот как резинки. Леша вчера оценил, говорит, что это очень нежно, утонченно и прям женственно. Я долго выбирала, брать ли босоножки на устойчивом каблуке или же на вот такой типа шпильки. И все же отдала свое предпочтение шпильки. Захотелось мне больше женственности. Плюс выбрала белые, потому что у меня белой обуви такой не было никогда. Мерить я их сейчас не буду, потому что у меня педикюр не очень. Сделаю в конце недели и потом покажу вам на ноге, когда уже будет все красиво эстетично выглядеть. Они, кстати, стоили там вообще на сайте 600, по-моему, с чем-то. Но мы там брали несколько вещей, были скидки, поэтому и топ обошелся 500, и босоножки тоже 500. Да, осталось дождаться платья. И вчера, когда я мерила джинсы, мы мерили их вместе с топом с BeFree. Возможно, я его на этой неделе куплю себе. То есть этот более нарядный, такой необычный, да, там с этими большими рукавами. А тот более повседневный, без всяких там этих рукавов. Тоже будет здорово смотреться и с джинсами, и с новой юбкой моей. Я думала вам отдельное видео снимать, но не хочется показывать все и сразу. В общем, как-то так. В любом случае, приходится их подвязывать пояском, потому что вот так садятся джинсы. Если я возьму S размер, да, 36-й, они мне не пролазят в бедрах. Я не влазю просто. 38-й влазю отлично, свободненько, но есть еще пространство. Ну, как бы, мне кажется, что почти никто идеально в джинсы вообще не влазит, если ты не скини. Но я не люблю скини, и вообще я рада, что я купила кюлоты, потому что это просто моя тема. Я очень люблю вот эти свободные штаны. И если говорить о повседневной одежде, то я за это, за свободу. Потому что вот это, когда тебя обтягивает этот джинс, вот это тебя бесит, все вот это турется. И плюс я когда-то давно вычитала, что из-за того, что мы носим там обтягивающие вещи, это может провоцировать появление целлюлита. Поэтому, девушки, возьмите себе на заметку, что лучше носить объемные джинсы. И, конечно же, не обязательно кюлоты, потому что кюлоты это такая вещь на любителя, я бы сказала. Мама ничего не хочет мерить, поэтому я заберу вещи, которые она будет возвращать, и покажу вам просто их. Хотя зачем их вообще показывать, если мама их отдает обратно. Мама у себя оставила только белую рубашечку с коротким рукавом из сайта Resort. Вот, вот. Я ей принесла пассированную юбку, она даже ее не хочет мерить. И то я не знаю, как бы, захочет ли она ее забирать. Мам, я хотела, чтобы ты померила зеленую юбку, которую я принесла, потому что она большая на меня. И если она тебе понравится, я ее не буду ушивать. Если не понравится, я ее ушиваю. Ну, Маша, ты же не будешь ее сейчас бежать ушивать. Я хотела на тебя посмотреть. Да не хочу, я терпи, я не могу это мерить вещи. Я тоже терпеть не могу, ну, ну, как. Ручка. А что за рецепт? Это какой кекс? Лимонный. Лимонный кекс, да. Лучше накрывать, видишь, она сразу тверденькая. Да, накрывать чей-то. Ну, и крышка, я тут никого не покажу. А то вот это оно обветривается. Ой, тут нету крышки. Нет, она в шоке не идет. Сейчас, найди только тут. А я в последнее время все время так делаю. Вернее, мне некогда было, я его снимаю, а на сроке и побежали гулять. А вот, все шкафы у нас классные. Да я не нашла. О, блин, чего же я его сразу не открыла? О, у тебя формы такие классные. Классные, я люблю. Я такую форму люблю. Тихо, я что-то так надеялась. Я не хочу эти тряпки, вот эти мешки все. Мне просто, знаешь, мне было интересно на тебя в той юбке, которую ты забраковала, посмотреть. Мне кажется, тебе она очень идет. Я как цыганка. Во-первых, все платье, которое дорогое, я вообще не знаю, опять чем-то платье. Ну, мама его за 1200 заказала, поскидка на Ля Моди. Ну, она просто, у меня вот эта ткань на домашнем платье лучше, чем та, которая... Слушай, это ж для мода, там бренд какой-то мог быть. Просто. Вземные вилочки. Не сидит, а по-моему, сатин был бы раньше. Какие-то вы на палаты были. Вот это все, что это платье, вот, смотри. Все светится, сатин как дешевый, ой, что это, опять чем-то платье. Ну, я говорю, бренд какой-то. И они ему прислаживают, верно, его видно, кто-то мерил. Оно были волосы людские. И оно мешок. Это СКМ-ка. Ну да, тебе же надо подвязать его, Наталья. Я понимаю, я его подвязала. Оно само по себе такое мешок. Оно мне не очень понравилось еще у нас. И вот эти вот модели, которые 180 метров в сантиметр. Моя юбка, кстати, мне так примерно села, как на модели. Это платье. Причем уже... Я возмущена даже не то, что размером подвязке, Ну, просто вот мешок огромный. Вот ткань. Это все за ткань за 5 дней. Вот это мне очень интересно тебе пострелить. А юбка, она вообще странно ушита. Она типа трапеция, но трапеция, понимаешь, вот такая. Это солнце, наверное, или... Знаешь, вот так. Я в ней как... Ну. Я уже вижу, что длина тебе идет. Просто надо надеть нормально. Длина не моя. Это миди, она всем идет. И она у меня тоже великовата. Понимаешь? А что она велик? Вот сама юбка на меня великовата. И она на мне... 38 размер. А что так? Сильно большая? Ну, в талии не сильно большая, но великовата. А вот это все... Ну, поэтому, поэтому она хорошая. Такой легенький деним. Может, померяешь с рубашечкой вот той попозже. Если оно не мое, я не хочу ее не мерить. Я одела и уже смолась. Папа мне отрабатывал, что вообще больше сливки тряпки. Понятно. С мамой больше онлайн-шоппинга не будет. Сливки, понимаешь? А что там зашло? Я выбрасываю волос. Господи, аж заикатся. Вот как выглядит сейчас мамонай цветочки. Не помню, показывала я или нет. Там полочки стоят все рассаженные. Единственное, что мы оставили из мамоных четырех, да, вещей? Нет, раз, два. Из четырех это платье с Born to be вот это. Покрутись. Неплохое очень, такое погладить только надо, да. Да, простернуть и погладить. Ну, вот как бы села. Блузка тоже рубашка, вернее, села. Ну, а нам мы решили с мамой слишком строгая, как будто бы в школу. Да, вот как в школу или как... Ты сама такую выбрала. Юбку я заставила маму с Фаберлик померять, она тоже подошла. Но она все думает, что если юбка ниже колен, это лязанская баба. Мне нечего поднимать здесь. И там каблук надо. Если это и мамон шлюпки обуть и на рынке бегать, тебе там платье, например. Или на танкетке до самого, то там надо каблук уже повыше. Ну и кедики можно. Тоже прикольно. Куда я хожу? Какие... Ты мне так одеваешь, как будто я... Ну... Я где бываю? Ты бываешь везде. Максимум АТБ через дорогу. Не надо, не жалуйся. И рынок, слава богу. Вот туда будешь наряжаться. Ну, в общем... Так юбку ты берешь, не... Юбку забираешь? Я не знаю. Чем ее буду носить? Ну, мне будет валяться. Ты уже не походишь. Мне ее надо ушивать, если я буду ее носить. Мне тут не хватает карманчика. Не надо тебе туда карманчики. Будешь там телефон таскать. Мучу тогда? Да, хорошо смотрится. Ну что ж, придется мне делать возврат. И меня больше всего расстрелял тот факт, что вещи с резервств пришли с вот этой вот формой возврата на листке А4. Все очень понятно, все классно. Для мода это просто какой-то кошмар. Сблизи показывать не буду. Там ужасно мелкий шрифт, все потертое, все такое непонятное. Просто так как будто бы сделано специально для того, чтобы ты увидел вот эту форму и решил, да ну нафиг, оставлю себе это платье, не буду ничего возвращать. Юбку мама все-таки мне отдала, не хочет она ее. Вот, вот для мода и вот резерв. Вот, все понятно, все прекрасно. Да, тут тоже мелкий шрифт, но он хотя бы читабельный. Здесь вообще ужас какой-то. Даже я бы на глаза себе сломала. Придется это платье. Вот вернуть, юбку. Да ну все, кроме платья. Вот. И я попросила маму форму все-таки для бананового хлеба, бананового кекса. Сильно хотела сделать прямоугольную, как я вам уже и говорила. Вот у мамы такая форма. Она мне кажется немножечко великоватой. Хотелось бы чуть меньше. Ну какая есть. В любом случае спасибо ей. Как-нибудь сделаю в скором времени. Потому что хотела сделать сейчас манник. У меня осталось сморозено. У меня дома какая-то фигня была. Вот. Я очень ее боюсь увидеть снова. В общем, я как-то сидела, монтировала видео. У меня ноутбук стоял на кулере. И мне как-то боковым зрением показалось, что летит какой-то белый пух. Ну сейчас пух летает. Думаю, с окошка залетел. А я смотрю на стол. И там всякая скорая суседа. Бежит какая-то белая фигня. Маленькая, страшная. Такая вытянутая. С усиками. В общем, жут. Вообще еще та белая. Я вообще, вы знаете, боюсь мусекомых. Я их не люблю. Они у меня вызывают отвращение. Ну вот такой человек. Не дай бог, я увижу-то где-то в квартире или на себе. А у меня начинается истерика. Вот только паучков я перестала бояться. И мне даже кажется милым. Я эту фигню быстро убила. Вылетая, смыла. Но рядом мерзкая была просто. Особенно вот эта скорость передвижения. И сегодня, когда... Ну я забыла про это. И сегодня, когда я пылесосила, я там за дверью в спальне пылесосила. И смотрю, такая же мчится. Я ее запылесосила. И я открыла в интернете. Что это такое? Там, значит, была классификация насекомых, которые можно встретить. В квартире. И я так поняла, что это какая-то чешуйч... Что-то там такое чешуче. Такое вообще какое-то еще и название мерзкое. Я еще и сблизи ее увидела. Теперь она мне вообще кажется каким-то монстром. Типа они безобидные. Они не кусаются. Они не разносят заразу. Но они очень быстро размножаются. Они питаются вообще всем подряд. Там картонка, бумажка. Они все это могут есть. Откуда это взялось, непонятно. И места, где я их видела, тоже. Это не возле труб, не возле влаги. Я даже не поняла, откуда это. Вдруг это от соседей кто-то прибежал. Но я очень боюсь это увидеть снова. И больше всего меня потрясло то, что я прочитала в этой статье. Типа они безобидные. Но если вы впечатлительные. И если вы увидите такую штуку, что она ползет по вас. Она очень быстро типа передвигается. То женщина может упасть в обморок. Я такая сижу и думаю, это была шутка или это серьезно. Потому что я из тех людей, которые реально забьются в истерике. Вряд ли я, конечно, упаду в обморок. Но я очень сильно испугаюсь. И мне будет казаться, вот такое нервное будет казаться, что оно ползает. Где-то оно вот рядом. Даже сейчас некомфортно, когда я об этом рассказываю. Поэтому я надеюсь, что я эту фигню больше не увижу. Если у вас у кого-то такая фигня была, скажите, пожалуйста, что это может быть? Из-за чего и как с этим бороться? Ну, я надеюсь, что я просто больше с этим не увижусь. Я не люблю насекомых. Просто я... Правда, это вообще не моя тема. Я, конечно, вообще люблю природу. Но вот насекомые... Я понимаю, они, наверное, существуют только для того, чтобы участвовать в какой-то цепочке питания. И все. И пугать меня. Насчет интернет-магазина хочу подвести итог и сказать, что нужно тщательно выбирать, что вы хотите. Читать состав, изучать свои размеры, таблицу размеров. Да, бывают редкие случаи, когда вот не подошло, да, там. Но чаще всего это все из-за нашей невнимательности и непонимания того, что мы хотим. Вот как я джинсы купила, это, конечно, уже не с интернетом связано, а просто с тем, чего я четко хотела. Я хотела четко такие джинсы такого цвета, такого фасона. Были определенные финансы, которые я готова была потратить. И я потратила на покупку этих джинс буквально 10 минут. Я просто искала, где их можно найти. Поэтому нужно всегда четко знать, чего ты хочешь. Потому что это очень помогает сэкономить время и нервы, и деньги, и вообще, и не возвращать потом ничего. Всем пока, спасибо за то, что вы меня смотрели. Приходите в Инстаграм, ставьте лайки на фотографиях, на последние фотки с пионами. Она мне очень понравилась. Ждите новых, там будут новые красивые фотки. Потому что у меня с начала карантина поток идей, вдохновения, и это не заканчивается, продолжается. Я немножко меняю стиль Инстаграма, и это очень видно. То есть мне карантин так пошел на пользу. Я абсолютно вот все переосмыслила в плане того, как я вижу фотографии, что я хочу фотографировать. Мне даже хочется больше давать изображение, нежели текста. В общем, наговорила. Все, до новых встреч всем!